Приветствую вас! Давайте разберемся с тем, что вы написали. Вы пишете, когда девушка тебя сильно любит, но в данный момент игнорирует, какая причина этого может быть. Причина этого, как правило, одна. Это то, что амансис стесняется своих чувств. Я бы сказал, что это характерное поведение для любого человека. Для мужчины и для женщины. То есть, мужчина, обладающий определенными чертами характера, может стесняться своих чувств и таким образом отдаляться, да, от партнера. И, соответственно, девушка тоже сама. То есть, по каким-то причинам человек стесняется своих чувств, считает их неуместными, вредными, негативными, возможно, возможно, негативными и так далее. Конечно, может быть и другая причина. Например, девочка боится близости. Ну, просто боится близости. То есть, она вас любит, она хочет быть с вами, но близости она боится. И в таком случае это ее проблема, и тут уже вы решаете сами. Или вы помогаете ей в решении этой проблемы, или вы отдаляетесь и ждете, пока она сама что-то решит. Тут вам решать. Это нужно делать и поступать нужно, исходя исключительно из ваших преподчтений собственных. Чтобы это не было чем-то таким, через силу. Вот. Возможно, девочка хочет, чтобы вы сами что-то сделали. То есть, возможно, она хочет, чтобы вы себя проявили как-то. Возможно, она хочет, чтобы вы, значит, ну, сделали первый шаг. Либо она, либо она считает, что, вот, значит, что вот она признала вам в любви, да. То есть, ну, вы знаете, что она любит вас. И этого достаточно. То есть, этого достаточно, в том смысле, что теперь уже дело исключительно... а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот. То есть, тут вот история именно про это. Именно про такую, может быть, постановку вопроса. Вот, хотя это понятно здесь, а-а-а-а-а-а-а-а! гадать. Вот. Но причины в основном такие. Конечно, конечно, вы можете, вы могли, точнее, вы могли чем-то её обидеть, вы могли что-то сделать не так, вы могли по её мнению, да, не оправдать её надежд, её ожиданий. Вот, кстати, ожидания – это тоже одна из важных причин. Вот, если у девочки были какие-то ожидания, как бывает у, ну, у некоторых людей, да, у некоторых людей бывают такие ожидания, что вот, например, я призналась в чувствах, да, и теперь вот всё должно быть там, например, по-другому, допустим. Вот. А когда этого не происходит, то, там, человеку, ну, человек негативно это воспринимает, в общем. Вот. Такая история тоже может быть. Здесь, конечно, имеет место инфантильность, к сожалению, вот. Но это уже история о том, принимаете ли вы девушку такой, какая она есть или нет. Это исключительно вот об этой истории. Вообще, вообще, чтобы хорошо понимать причины, по которым человек так себя ведёт, да, нужно лучше видеть ваш и её психологический портрет, вот. Потому что, ну, согласитесь, согласитесь, о том, что, конечно, несколько странно, да, такой серьёзный вопрос, да, вопрос чувств, вот. И вы пишите совсем чуть-чуть, да, что, что есть? Совсем чуть-чуть вы описываете историю, не понятно, не как развивались ваши отношения, не что они из себя представляли эти отношения, не что вас общего, не что вас объединяло, не ничего связанного с ссорами, да, то есть девушка вас игнорирует, в частности, потому что между вами недоверие на достаточно уровне, ну, по крайней мере, с ее стороны, с ее точки зрения, да, она вам не доверяет. Это не обязательно ваша вина, это не обязательно ваша ответственность, но тем не менее. Как в этой ситуации поступать к парню? Спрашиваете вы. Очень важно, чтобы парень, я не знаю, вы это или нет, очень важно, чтобы парень, ну, я, наверное, буду говорить вы, четко понимал, что он хочет, что ему нужно, вообще. То есть очень важно, чтобы парень отдавал себе в этом отсек, что мне нужно, чего я хочу, что мне необходимо и так далее. То есть предположим, предположим, просто предположим, что, например, вы девочку любите. Представите как, и она любит вас. Вот. Представим, ну, представим себя, что вы любите девочку. В этом случае, в случае, если вы любите ее, вы знаете, что сделает ее, девочку, счастливой. Ну, априори, вы знаете, что я сделаю счастливой. Вот. И, соответственно, будете это делать. То есть вы будете делать что-то для того, чтобы она была счастлива. Девочка, я имею в виду. Это в случае, если вы, если у вас, вот, есть такие чувства. Если вас больше волнуют свои чувства, если вы больше озабочены своими переживаниями, вот. в этом, кстати, ничего плохого нет, то в таком случае действуйте именно исходя из своих собственных желаний. Это то, что лучше для вас. Желательно, конечно, чтобы еще вы и про девочку что-то рассказали. То есть хотелось бы, чтобы информации было побольше о девочке, потому что, ну, совсем ее мало. Вообще никакой. Ведь мы понимаем, что если девочка, например, гордая, да. Если девочка вспыльчивая, если девочка такая вот, склонна к самостоятельности, да. Склонна к тому, чтобы, ну, стремиться сама решать какие-то проблемы свои. Вот. То вам, наверное, здесь, в этом, в этом аспекте лучше подождать. Вот. Возможно. Просто понимаете. Возможно вам лучше подождать. Если вы ничего не делали, да. Если вы, вот, делали все, как она хотела. То есть просто общались, все было между вами хорошо. А потом она, вот, внезапно, вдруг, начала вас игнорировать. Вот. В этом случае, конечно, лучше не спешить. Вот. Но еще раз повторю, вопрос очень важный. Девочку вы можете потерять. Если поступить как-то, как-то, ну, не так. Да, то есть тут непонятно, вот, основной проблем, основной конфликт. В том, что непонятно, чего хочет она, да. То есть она вас игнорирует, потому что ей нужно время, чтобы привыкнуть к тому, что у нее есть чувства к вам, например. Или она вас игнорирует, потому что, там, грубо говоря, чего-то хочет от вас. И тут история такая, а можете ли вы ей дать то, что она от вас хочет. Да? То есть если у вас ресурсы, можете ли вы это дать без, ну, без, ага, без вреда себе. Понимаете? Какая история. Вот. Так что, мне кажется, что здесь история вот такая. Мне кажется, что ситуация здесь складывается вот так. Понимаете? Понимаете? Так. А дальше идем. Так. Ну, вроде бы я, вроде бы я все разнабрел. Вроде бы на все ответил. Вот. Так что, если у вас остались вопросы, обращайтесь в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.